Аплодисменты, крики, браво и все это в кабинете министров республики. Для этого зала песня, да еще и под баян редкость. Так началась встреча Рустама Миниханова с самыми талантливыми рабочими республики. Президент даже не сразу хотел отпускать артистов. А может попросим продолжение? Следствию по обслуживанию тепловых сетей управления... В зале вместе с министрами сегодня лауреаты и активисты фестиваля Безнензаман. Наше время победителей награждает Рустам Миниханов, нефтяники, токари и представители других профессий. Если днем они на службе, то по вечерам мозговые штурмы и бесконечные репетиции. Не мешает, это даже какая-то отдушина. Если даже с работы уставший идешь и встречаешься с друзьями, ребятами, это совершенно другое. Это та же самая работа, но уже творческая. Только в прошлом году в фестивале участвовали больше тысячи рабочих со 170 предприятий республики. Они поют, танцуют, сочиняют стихи, чего только не делают на сцене заводчане. Кстати, некоторых из них неплохо мотивируют на победу. Выигроки, повезу всех бесплатно в Сочи за счет компании. Они взяли и выиграли. Пришлось чартер самолет снимать и везти молодежь в Сочи. У нас было около 100 человек, молодежи. Мы поехали туда, у нас там были мастер-классы, тренинги и также экскурсии. Чаще говорить о конкурсе в СМИ и расширять границы фестиваля – это главная задача от Рустама Миниханова. Есть предприятия и даже целые районы республики, которые конкурс попросту игнорируют. Я думаю, что мы сигнал и руководителям предприятия дадим. Не надо воспринимать это как дополнительные работы. Это прекрасная возможность самим погрузиться в это общество, потому что молодежь – это будущее. Уже сегодня стартует подготовка к седьмому фестивалю «Безнехзама». Наше время, которое будет включать в себя максимальное вовлечение работающей молодежи в творческую жизнь. Нужно привлекать как можно больше предприятий к этому фестивалю. Ведь в нем по-прежнему почему-то не принимают участие представители сельского хозяйства, строительства, а также среднего и малого бизнесов. Зональные отборочные этапы стартуют в городах республики уже в сентябре этого года. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань.